Друзья, всем привет! С вами Зона ММА и переходим к новостям UFC на сегодня. Бывший чемпион Беллатор в среднем весе Александр Шлеменко выступит 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Но его соперником станет не Магомед Исмаилов. Представители организации официально сообщили о том, что Лысый Хищник выбыл из предстоящего поединка, так как не успевает восстановиться после операции на колени. При этом Лига RCC не отказывается от идеи свести Шлеменко и Исмаилов в клетки и рассчитывает провести данный бой в конце года. Недавно руководитель организации Николай Клименко высказался по этому поводу. Бой Александра Шлеменко остается в карте турнира RCC 12, поэтому шоу будет не менее громким. Следующий номерной турнир у нас запланирован на декабрь. Бой Шлеменко и Исмаилова отлично ложится на конец года. И перенос глобальный не влияет на календарь нашей организации. Соперник Александра Шлеменко, с которым шторм в августе разделит клетку, будет объявлен в ближайшее время. В настоящий момент Шлеменко и Исмаилов продолжают сниматься в бойцовском проекте RCC Fight Show, где они выступают в качестве наставников и тренируют команды, члены которых борются за контракты с организацией. Жаль конечно, что Лысый Хищник не сможет выступить, а так очень хотелось посмотреть на этот бой. Друзья, как думаете, кто бы выиграл этот бой? Я думаю, у Маги больше шансов на победу. Буду рад увидеть ваше мнение в комментариях. А вот популярный американский бойец Шона Умели в последнем поединке, не сумеющий одержать победу над Педро Мунинсом, уверен в том, что бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян периодически обращается к нему в соцсетях, на самом деле не хочет драться с ними. Вот что американец заявил в недавном подкасте. Теперь я девятый в рейтинге. Единственный мелкий хорек здесь, у которого нет назначенного поединка, это Петр Ян. Он сказал, эй, розовый пудель, вызови меня, если победишь. Но мне не дали микрофон, так что у меня не было возможности сделать это. На самом деле, этот чувак такой же, как и Генри Сихуда. Они оба любители поболтать в соцсетях и больше ничего не могут. Генри не хочет этот бой, иначе он уже был бы организован. То же самое и с Петром. Как бы не хотелось Шону Умели видеть себя в топовой десятке легчайшего дивизиона, в обновленном рейтинге UFC ему удалось подняться только на одну позицию и занять 12-ю строчку, в то время как Педро Мунинсу, которому нанес американец травму, ткнув пальцем в глаз, сохранил за собой девятое место. Друзья, что думаете по этому поводу? Я думаю, что он еще далеко до Петра. Пишите ваше мнение в комментариях. Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор исключил вероятность того, что однажды он разделит ринг с популярным блогером-боксером Джейком Полом, который за последние два года стал одной из самых обсуждаемых фигур в мире единоборств. Если я продолжу наукуйтировать своих соперников, а Конор снова станет активным, однажды этот бой состоится. А почему нет? Он бизнесмен, я бизнесмен, и это 75-100 миллионов долларов для каждого из нас, заявил американский ютубер в очередном выпуске программы «Час ММА». Ирлайнс ответил ему, за два боя ты продал 70 тысяч платных трансляций. Ты неудачник, малыш, ты никто. 25-летний Джейк Пол, имеющий в активе 5 побед на профессиональном ринге, пройдет свой следующий бой 6 августа на арене Mason Square Garden в Нью-Йорке. А его соперник станет Хасим Рамхан-младший, являющий сыном бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Хасима Рахмана. А 33-летний Конор Макгрегор продолжает восстанавливаться после перелома ноги, полученного год назад в поединке против Дастина Парье, и планирует вернуться в октагон в конце текущего или начале следующего года. Друзья, я честно говоря не очень бы хотел видеть этот бой, тут мне кажется больше хайпа, чем спорта. Пишите ваше мнение в комментариях, что думаете о этом бое. Если в следующем поединке Ислам Махачев победит Чарльз Оливейру, первую защиту титула UFC в легком весе он может провести против действующего чемпиона UFC Александра Волкановски. Но тренер россиянина Хавьер Мендес не думает, что австралийский боец предоставляет опасность для его подопечного. Александр замечательный боец, но я не думаю, что он является для нас большой угрозой, потому что Ислам мастерски переводит в партер. И Волкановски не сможет остановить его тейкдауны, заявил американский специалист в интервью Submission Radio. Кроме того, у Ислама чертовски хорошая стойка, так что он может драться с ним в стойке. Пока Александр значительно не улучшит свои навыки в партере, я не вижу в нем большой угрозы для Ислама. Оливейра является для нас большей угрозой, но не Александр, потому что он не сможет противостоять игре Ислама в партере. По слухам, бой за вакантный чемпионский пояс UFC в легком весе между Чарльз Оливейр и Исламом Махачевым находится в разработке и может состояться 22 октября на UFC 281 в Абу-Дабе. Друзья, если произойдет бой между Александром и Исламом, кто выиграет? Я думаю Ислам. Пишите ваше мнение в комментариях. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки.